15.35 у нас на эхе Москвы, по крайней мере, Ирина Меркова, Алексей Соломин, программа «Дневной разворот» и рубрика «Дневник губернатора». К нам присоединяется губернатор Кировской области Никита Белых. Никита Ильич, здравствуйте. Добрый день. Добрый день, добрый день. Я вот погоду посмотрел сейчас в Кирове по сайту Гермитцентра, тоже те же самые минус 9 почти градусов, снег сильный, непрерывный, снегопад, горизонтальная видимость около полутора километров. А на работу нормально добирались по расчищенной трассе или нет? Так, по такой же покой все добираются, то есть поскольку снег начал как раз эти ночи уже там ближе к утру, а я, соответственно, еду на работу в 7 утра, то есть все неприятности и проблемы, связанные с нечищенными дорогами, точно так же, как и все другие автомобилисты, хлебнул в полной мере. Тут уже на уровне президента. Просьба, на самом деле, во-первых, сейчас я еще раз напомню номер для СМСа, плюс 7, 9, 8, 9, 7, 45, 45. Никита Ильич просит вас, жители Кировской области, почаще ездите по районам. К вашим визитам по пути следования в окрестных деревнях дороги чистят, как перед выбором. Убедительная просьба, поезжайте 29 марта в Зуевске, видимо. Зуевский, да? Зуевский район, я езжу чаще других, там расположена как раз усадьба Воснецовых, Рябово, поэтому тут очень часто бываем. Нет, на самом деле, я понимаю, что в тех условиях, в которых сейчас находится не только Москва, но и, наверное, полстраны, тема номер один, это действительно расчистка улиц и вообще там состояние на дорогах. Оно действительно не может быть признано удовлетворительным. Я сейчас уже говорю про город Киров. Мы проводили оперативное совещание в конце прошлой недели, сегодня уже проводили совещание. Тут есть такая тонкая черта, мы ситуацию характеризуем как неудовлетворительную, но пока не чрезвычайную. Потому что критерий чрезвычайности – это реальная угроза функционирования систем жизнеобеспечения, а пока бесперебойность движения автотранспорта обеспечивается. То есть, условно говоря, машины движутся по дорогам медленнее, чем обычно. То есть, ну, собственно, каких-то заторов и пробок, в которых бы стояли, как в некоторых других городах, люди часами или десятками минут, такого нет. Но, еще раз говорю, это не означает, что ситуация нормальная, она аномальная. И, к сожалению, здесь речь идет, как всегда в таких случаях, не только в объективных факторах, связанных с погодой, но и все-таки организация работы служб, особенно в части, касающихся обеспечения уборки внутри дворовых территорий, поскольку это уже функции не столько городских служб, сколько управляющих компаний, ТСЖ, разного рода обслуживающих организаций. Вот здесь наиболее такая проблемная ситуация складывается, поскольку потом, что, естественно, там всем сестрам по серьгам раздадут и накажут, в том числе и рублем, то есть, но с точки зрения там текущего момента ситуация от этого лучше не становится. То есть, если ТСЖ и управляющая компания безответственно подходят к уборке своей территории, то это, к сожалению, там одномоментно исправить невозможно, только там смены самой управляющей компании или руководства ТСЖ, это такая организационно сложная процедура. Ну, руководители города, они не могут как-то воздействовать на управляющие компании? Или только жильцы могут? Понимаете, если говорить там про управляющие компании, у нас такая особенность, в соответствии со 185-м законом федеральным, у нас вот эта часть рынка жилищно-коммунального хозяйства, она должна находиться в частной собственности. То есть, муниципалитетам запрещено вообще владеть управляющими компаниями. Кто-то это понимал буквально, кто-то там ухитрялся опосредованно через там разного рода зависимые муниципальные предприятия владения обеспечивать, но факт остается фактом. На сегодняшний день большая часть управляющих компаний достаточно самостоятельно в принятии решений, уж тем более там в плане оперативных действий. То есть, какого-то влияния от городской администрации, как от собственников, на них практически нет. Есть, еще раз говорю, договорные отношения. Естественно, управляющий там договор с управляющими компаниями может быть расторгнуты, они могут быть оштрафованы, на них могут быть распространены иные финансовые санкции. Но это либо в рамках судебных решений, что, как мы понимаем, дело очень небыстрое, или через решение соответствующих органов многоквартирных домов, то есть там подписи жильцов, собрания жильцов и так далее. Поэтому, как правило, такого рода действия уже происходит там постфактум при анализе ситуации, что же все-таки было, кто правильно сработал, кто неправильно, где были объективные причины. Тут же никто эти объективные причины не снимает с повестки дня. То есть, ну, снегопад, действительно, снегопад. Действительно, если смотреть на нормы осадков, которые выпадают, они там бьют все рекорды, насколько я понимаю, и по стране в целом, и по отдельным муниципалитетам. Но вот, собственно, выяснить, где сработала вот эта субъективная составляющая, где недоработка именно органов управления или самоуправления, вот это еще предстоит разбираться. Сейчас задача-то в экстренных порядках обеспечивать все-таки функционирование и городского транспорта, и городского хозяйства, чтобы все-таки машины могли двигаться, чтобы скорой помощи там могли доехать туда, куда они вызываются, чтобы общественный транспорт функционировал и так далее. — Тут все-таки вас просят проехаться по груду, потому что говорят, что в районе окраин про дворы говорить нечего. — Ну, вот еще раз подчеркиваю, я хочу, чтобы вы просто услышали, да, дворы — это прежде всего зона ответственности управляющих компаний и товарищей собственников жилья, которые определяют сами жильцы этих многоквартирных домов. Поэтому можно, понимаете, можно в конце концов попросить главу города или главу региона, например, вмешаться в вопрос семейный конфликт, то есть выяснить отношения между мужем и женой. Можно, и как вы помните, у нас в советское время жены писали письма в партком, призываясь, чтобы партия объяснила мужу о том, что ходить налево нехорошо. Но когда мы говорим о том, что сами жильцы определяют управляющую компанию, во всяком случае подписи они свои ставят, что сами жильцы определяют правление и руководство товарища собственника жилья, а потом говорят, вот съездите, посмотрите, как у нас во дворе это все происходит, так вы вопрос задайте к тому, кого вы наняли на эту работу, кому вы, собственно говоря, в рамках своих платежей, которые вы ежемесячно осуществляете, кому вы деньги за это платите. А как вы, кстати, отстаетесь призывом Курчан, самим жильцам вы хотите помогать? Смеб разграбать, да. Позитивно. Я считаю, что это заставляет негде, но если есть такая, собственно, инициатива снизу, как принято говорить, да, то ее можно только приветствовать. Вы сами не планируете призывать также жителей Кировской области? У нас ситуация действительно серьезная. Нет, вот здесь я считаю, что такого рода призывы со стороны власти, в любом случае, это такая, знаете, игра с луз-луз, то есть любое решение будет плохим. То есть если это, еще раз говорю, инициатива от общественных организаций, от самих жителей, тогда ее поддерживать надо, но с такой инициативой выходить со стороны органов власти, мне кажется, неправильно. Перейдем на другую тему тогда. Да, видимо. У вас было встречение в правительстве по размещению государственного заказа. Если ничего не было, вы подвели итоги размещения государственного заказа и говорили в том числе о нарушении. Смотрите, правильно? На самом деле, вот период, который сейчас идет, это период, когда подводятся итоги, ну, то есть конец первого квартала, это всегда с точки зрения такой организационно-бюджетный период подведения итогов. Во-первых, мы рассмотрели отчет об исполнении бюджета за 2012 год, рассмотрели разного рода программы и бюджеты, там, фонда обязательного медицинского страхования, значит, там, других структур, имеющих отношение к бюджетному процессу. В этот же период, естественно, и подводятся итоги предыдущего, то есть 2012 года, по отдельным значимым направлениям. То есть, в частности, мы подводили итоги по тому, как осуществлялись государственные закупки в 2012 году, какие положительные и отрицательные моменты происходили, какие выводы мы, собственно говоря, для себя сделали, что собираемся реализовать в 2013 году. Если, там, собственно, уже перейти к содержанию, то я просто хочу, чтобы был понятен масштаб такого рода действий. У нас только на областном уровне в 2012 году было проведено 177 тысяч закупочных процедур. То есть только областных, не считая там муниципалитетов, не считая там учреждений. Это огромный объем работы, который, собственно говоря, является предметом такого ежедневного труда достаточно большого количества людей. Есть несколько таких общих тенденций, о которых можно говорить. Первое. Наиболее эффективным и наиболее прозрачным с точки зрения государственных закупок является проведение открытых аукционов в электронной форме. Значит, поэтому наша задача, я думаю, что задача всех муниципалитетов и государственных органов, это стремиться к увеличению числа или, там, доли закупок, осуществляемых именно в виде открытого аукциона в электронной форме. То есть открытый аукцион, он, собственно, предоставляет максимальные возможности конкуренции. Электронная форма, она снижает, в общем, возможности некого манипулирования и человеческого влияния. Я не могу, к сожалению, сказать, что она полностью устраняет эти вопросы, но, во всяком случае, в значительной мере снижает. Значит, мы со своей стороны говорим о том, что у нас доля такого рода закупок в открытой форме растет. К сожалению, 2012 год является не очень показательным по отношению к 2011, потому что, начиная с 2012 года, как вы знаете, на уровень субъектов федерации переданы все учреждения здравоохранения. То есть, если раньше, например, центральная районная больница районная, она относилась к муниципальному уровню, то теперь все центральные районные больницы относятся к областному. И, соответственно, вот эти закупки, которые осуществляются в системе здравоохранения, они с муниципальным уровнем перекочевали на областной, что делает сравнение не очень корректным, учитывая, что здравоохранение достаточно большая отрасль и достаточно большое количество процедур закупочных происходит. Тем не менее, общая тенденция... И дорогих. Так даже не дорогих, в том-то и дело. То есть, там большое количество и нарушений, когда они фиксируются, встречаются и в достаточно мелких закупках, просто их много, их достаточно сложно отслеживать и оценивать. Поэтому первая задача – это увеличивать число процедур или долю закупочных процедур, произведенных в форме открытого аукциона в электронном виде. Ну вот сразу, чтобы мы далеко не отошли от этой темы, у вас как раз вятскополянской больнице, насколько я знаю, была такая же схема, как часто пишут о том, что заменяется в госзаказе буква русская на латиницу. А как мы его обнаружили, кстати, вот этот вопрос? Вот обратная связь. Обратная связь, кстати, по-моему, кто-то из блогеров написал, мы сразу отреагировали. Специалист ответственный за формирование заявки был уволен. Клав врачу центральной больницы был сделан выговор. Поэтому такие вещи – это тот случай, когда вот здесь обратная связь, она… Что они, интересно, хотели закупить? Я не помню, там что-то не очень большое. То есть дело ведь там не в закупке, а в принципе. То есть если специалист таким образом формирует заявку, которая ограничивает возможность участия, значит, там неограниченного количества потенциальных продавцов, то есть это означает, что тут неважно какой размер закупки, да, или там что закупается, важно, что он там нарушил саму суть, сам дух вот этой идеи там государственных закупок в форме открытого аукциона. Значит, вторая очень важная составляющая, статистика на протяжении последних, наверное, лет пяти, которую мы ведем, показывает, что эффективность государственных закупок ближе к концу срока, к концу года бюджетного, она снижается. То есть наименее эффективные государственные закупки происходят именно в четвертом квартале отчетного года. Что значит наименее эффективные? Да, что это, пожалуйста, пожалуйста. Значит, госзакупки, когда оценят эффективность, смотрят, какая экономия достигнута в результате закупок, так? То есть вот мы, например, говорим, что по итогам 2012 года у нас экономия областного бюджета по госзакупкам составила 728 миллионов рублей. То есть это означает, что в ходе тех торгов, которые были, значит, покупать удалось в результате этих конкурсных процедур получить лучшую цену, то есть, соответственно, меньшие издержки, соответственно, меньшие затраты из бюджета. И вот как раз анализ показывает, что чем ближе к концу года, тем эффективность снижается. То есть это связано с несколькими факторами. Да, вот с чем? Прежде всего, ну, поскольку, если мы говорим про каких-то там серьезных поставщиков, подрядчиков, то понятно, что у них там к концу года, как правило, уже все планы расписаны и там на четвертый квартал уже мало кто из там действительно профессиональных солидных игроков заявляется. Во-вторых, учитывая, что процедура, значит, закупочная по денежному закону достаточно длинная, очень часто вот в этих бюджетных процессах есть понятие освоения денежных средств. То есть и более того, если речь идет о деньгах, допустим, федеральных, то зачастую они на следующий год не переходят. То есть если ты выделенные тебе деньги в этом году не использовал, то они у тебя автоматически на следующий год не переходят, их обязаны вернуть в федеральный бюджет. Поэтому если вот эти процедуры эсерсных закупок проходят в конце года, то сама вероятность того, что закупки будут там пересматривать, оспаривать, да, каким-то образом переносить невысока, потому что уже сами заказчики не заинтересованы в том, чтобы этот процесс затягивать, потому что иначе можно сорвать, собственно говоря, сам процесс этих закупок и там деньги не использовать и в конечном итоге вернуть в федеральный бюджет и не выполнить тех задач, собственно, для которых эти государственные закупки осуществлялись. Поэтому мы обозначили задачу и в прошлом году, и подтвердили ее в этом, о необходимости проведения как можно больше закупочных процедур именно в начале года. И мы уже в прошлом году результат этот видели, что мы, допустим, в первом полугодии, по-моему, там на 6% закупок больше осуществили, чем в прошлом году за этот же период времени. А сейчас вот мы проводили данные по первым двум месяцам, мы за январь-февраль закупочных процедур осуществили в пятеро больше, чем за аналогичный период прошлого года. То есть сейчас там именно в количестве закупок, я не могу сказать там сколько это в деньгах в общем объеме, но в количестве закупок мы в пятеро больше заявок обработали именно за этот период, что позволяет нам говорить о предполагаемой более высокой эффективности, то есть более крупной экономии бюджетных средств, которая у нас в результате этого возникнет. Ну, что, соответственно, позволит нам профинансировать те направления, которые сейчас там недофинансированы. Губернатор Киросковский Никита Белых, но как вы вообще оцениваете, в принципе, вот эту систему государственных закупок, я не знаю, мне кажется, здесь такое прямо благоприятное поле для всяких злоупотреблений, потому что, ну, много всяких скандалов, да, ну, невозможно, абсолютно какой-то бесконтрольный идет расходованный денег. А с другой стороны стремление всегда купить подешевле, то есть приоритет цены же все-таки идет здесь. Значит, смотрите, есть то, что называется там родовые пороки, да, то есть там пороки самой системы. Здесь вы абсолютно правильно, значит, сказали, что когда во главу угла ставится один всего показатель цена, да, значит, это приводит к тому, что там в конечном итоге там скупой платит дважды, да, то есть причем в данном случае заказчики, я имею в виду и муниципалитеты и регионы поставили, поставили ситуацию, когда они ситуацию регулировать не могут. То есть бывают очень часто ситуации, когда по итогам аукциона, поскольку аукцион происходит там в электронном виде, заказчики даже не видят, кто принимает участие в аукционе до момента подписания уже контракта. И когда видят победителя, там, я сталкивался с ситуацией, когда мне руководитель органов экспонатации говорит, мы точно знаем, что он не выполнит, да, эти условия, то есть что он там не поставит, там не построит, там не создаст, соответствующее, ну, то, на что как бы подписался, да, то есть, но не заключить договор не могут, да. То есть вообще, строго говоря, 94-й закон, как, кстати, и многие законы у нас федеральные, это то, что называется закон о процессе, а не о результате. Он настолько там подробно и поэтапно регламентирован, так, то есть, что там все там контрольно-надзорные органы, значит, смотрят именно с точки зрения соблюдения там процедуры, а не того результата, который по факту получается. Более того, как мы уже с вами говорили, результат, понимаете, вот одно дело, когда мы говорим о каких-то простейших закупках, допустим, не знаю, там, картофеля для, значит, там, учебных заведений, то есть это одно, а когда речь идет там о более сложных конструкциях, да, если, например, театр делает какую-то постановку и приглашает режиссера-постановщика, он это тоже формально должен делать в соответствии с 94-м законом, представляете себе, да, когда театр проводит аукцион на том, кто поставит Лебединое озеро, да, значит, и там выходит Иван Иванович там, Иванов, который говорит, да я это сделаю за 15 копеек, там, да, значит, он говорит, ну, Иван Иванович, а вы раньше начинали, нет, но мне кажется, я с этим справлюсь, да, значит, и формальных оснований там отказать не будет, да, но я сейчас утрирую ситуацию, но особенно, когда речь идет там действительно о проведении каких-то мероприятий, да, а, собственно говоря, в тех вещах, которые очень сложно формализовать именно с точки зрения там описания того, что там должно быть сделано, поэтому зачастую получается результат плохой, и что самое страшное, заведомо плохой, да, потому что, еще раз говорю, отказаться от этих контрактов субъект, там, ни муниципалитет, ни регион не может. Поэтому это родовые признаки и родовые проблемы этого закона, то есть, еще раз говорю, там, ориентированность его только на один показатель, на цену, и второе, именно ориентированность на процесс, а не на результат. А второе, это, конечно, уже те субъективные моменты, которые возникают в ходе реализации этого 94-го закона. Но сейчас уже принят закон. Потому что чур знает, что такое закупают, и какие-то роскошные автомобили, я не знаю, для каких-то... А это вопрос, это не к вопросу о госзакупках. Не, не, не секундочку. 94-й закон, он не про это, он не регулирует вопрос, что закупают, он описывает простую, как закупают, да. Так я о чем и говорю. Нет, так вот, поэтому там те дискуссии по поводу того, значит, что нужно закупать и как ограничить закупку каких-то роскошных, ненужных для вопросов государственного управления предметов роскоши, автомобилей или каких-то помещений, это немножко из другой оперы. Это не имеет отношения, собственно, к технологии государственных закупок, да. То есть понятно, что если задаться целью купить бронированный Мерседес, или бронированный, да, правильно... Вот так они так и делают, Никита Юрьевич. Так вот, еще раз говорю, это не к вопросу там 94-го закона, вот тут же недавно как раз закон о федеральной контрактной системе приняли, это новая эпоха там и, соответственно, новые как бы подходы. Это вопрос вообще к логике государственных расходов. И это даже во многом вопрос, связанный с формированием бюджета. Очень многие вопросы, связанные вот там, когда я читаю вот эти там, так называемые там громкие скандалы с закупками, да, у меня возникает вопрос, ребята, а когда было публичное обсуждение бюджета, да, то есть многие из этих вопросов, они не могли не быть отражены в бюджете. Вы почему их не задавали, да, то есть у нас еще в регионе таких вопросов не возникает, да, мы не покупаем никаких, что это там роскошных или там ненужных там атрибутов, там, дай бог, что называется то, как бы, что там действительно там крайне необходимо для осуществления там текущей деятельности, связанной с государственным управлением. Но вот те там скандальные истории, которые с таким смаком, значит, все описывают, да, тут возникает вопрос, еще раз говорю, а кто раньше-то смотрел вообще на эти процедуры? То есть просто так в бюджете появиться расходы, связанные с приобретением дорогих автомобилей не могут, да, они не могут возникнуть сами по себе. Это означает, что при формировании бюджета это было заложено, соответственно, поскольку бюджет у нас в соответствии с законом происходит большое количество публичных процедур, то есть никто даже внимания на это не обратил, да, то есть тут вопрос надо ко всем задавать. Еще одно, что успеем обсудить, насколько я знаю, вы сегодня проводили совещание с представителями правоохранительных органов, и вдруг неожиданно пришла к вам в голову идея, посвящена ситуации с алкоголем в области, и вам пришла в голову идея запретить употребление алкоголя в госучреждениях, это правда? Ну, не мне пришла в голову эта идея, это была инициатива одного из участников совещания, одного из депутатов городской думы, который сформулировал, мне кажется, совершенно правильную мысль о том, что если мы... А что, так сильно пьют на работе, да? Да нет, конечно нет, то есть, ну, понимаете, я аж когда сам три года назад с лишним публично объявил о том, что отказываюсь от спиртного, это не означает, что я каждый день там напивался в зюзю, там, значит, и меня выносили из кабинета. Это же вопрос, если ты борешься за здоровый образ жизни, если ты борешься с алкоголизацией, ты должен подавать пример, да? И, соответственно, там я говорю, что я там алкоголь не употребляю вообще, там, 30 с лишним года, там, ни грамма спиртного я не употребил, и этим, честно говоря, горжусь. И вот в этом плане, когда мы говорим о том, что в стенах госучреждений, областных учреждений, естественно, я не могу там давать указания федеральным структурам, но в стенах областных учреждений не должно быть никаких там пикников, никаких, значит, там, банкетиков, никаких там праздников. Понятно, там, день рождения, какое-то мероприятие, пожалуйста, дома, значит, на даче, там, специально отведенных для этого заведениях, но не в рабочих кабинетах, да, и там, не в залах совещаний, пожалуйста, это делайте, и все. Вот, то есть, еще раз говорю, это не цель, это не вопрос борьбы с алкоголизацией, как с общественно опасным деянием, то есть, я уже сегодня на пресс-конференции сказал, что я не помню, чтобы у нас были какие-то ситуации связанные с тем, что там, пьяных госслужащих выносили, значит, из стен учреждений. Это вопрос примера, это вопрос готовности, там, начинать с себя, те, может быть, не самые популярные, но нужные для общества мероприятия, которые ты там и декларируешь, и там всячески стараешься их навязать обществу. Начни с себя, вот и все. Спасибо большое, губернатор Кировской области, Китебелу, в прямом эфире на Ахимосква из Кирова, вернемся через несколько минут. До свидания. Счастливо.